Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней лекции Переодонтит молоток и постоянных зубов Иссиология, патогенез, особенности клинического течения У человека зубы соединены с костями челюсти с помощью своеобразного синтезмоза периодонта, представляющего собой своеобразное соединительное тканное образование, которое заполняет пространство между корнем и внутренней системой альвео. Ткани периодонта, составляющие ткани парадонта, имеют мизинхимальное происхождение. Ткани парадонта начинают развиваться в период внутриутробного развития и в дальнейшем происходит постоянная структурная и функциональная перестройка. Развитие ткани парадонта происходит по мере прорезывания зубов. Одновременно с развитием корня зуба происходит формирование периодонта, альвелярного отростка. Их морфологическое образование завершается через 6 месяцев, год после окончательного формирования корня зуба. В период сменолопекуса ткани, которые окружают временные зубы, изменяются в связи с ростом челюсти и прорезыванием постоянных зубов. После прорезывания зубов топографические анатомические заотношения ткани парадонта носят более постоянный характер. Между организованными волокнами периодонта размещены основные вещества рыхлой соединительной ткани – клетки, кровеносные сосуды и нервы периодонта. Основное вещество периодонта содержит до 70% воды, что, по мнению КАЦА, позволяет периодонту равномерно распределять отшивательное давление по стенкам альвеола. Кроме того, в ней содержится ряд клеток, характерных для заединительной ткани. Самыми численными клетками являются фибробласты, функция которых связана с образованием волокн периодонта. Поэтому они, как правило, расположены вдоль основного направления пучков волокон. Фибробласты также продуктируют эластин, гликопротеины, гликозамингликаны и другие компоненты основного вещества заединительной ткани. Эти клетки, возможно, являются самыми активными клетками, которые особенно при воспалении приобретают также функции фагоцитоза. Важным клетчатым компонентом периодонта являются малодифферентированные мезинхимные клетки. Они размещаются преимущественно вокруг кровеносных сосудов и в случае необходимости могут дифферентироваться в фибробласты, уссубласты и цементобласты. Это преобразование происходит постоянно, поскольку во время функционирования зубов часть клеток погибает и заменяется новым. Вдоль поверхности альвелярной кости в периодонте размещаются незначительные количества остеобласты, а вдоль поверхности цемента – цементобласты. Их количество увеличивается при резорции или отложении новой альвелярной кости и цемента, например, во время орхидонтического перемещения зубов. Наблюдаются также и клетки крови, которые мигрируют в периодонты из кровеносных сосудов. Это эритроциты, полиморфноядерные лейкоциты, лимфоциты. Реже встречаются плазматические клетки и тканевые, базофилы, моноциты и макрофаги. Основным компонентом периодонта являются упорядоченные пучки плотной фиброзной соединительной ткани, состоящей из тесно переплетенных между собой коллагеновых волокон. Они в большом количестве натянуты между альвелярным отростком и цементом. Корни имеют извилистое направление. В разных отделах периодонтальных шелей пучки волокон имеют различные размещения. У краев зубной альвеолы они натянуты почти в горизонтальном направлении, образуя циркулярную связку зуба. Основные волокна циркулярной связки разные за размерами и ориентацией. Они занимают пространство соединительной ткани, которая прилегает к весеному эпстелию и коронку в краю гребня альвелярного отростка челюсти. В циркулярную связку зуба образуют разные пучки волокон. Зубодесневые, циркулярные, зубопериостальные и трансептальные. Зубодесневые волокна выходят из прищечины цемента. Коса проходит через собственную пластинку с листьями оболочки десен и заканчивается в свободной части десен. Альолодесневые пучки волокон прикреплены к гребня альвелярной кости. В косом направлении проходят через собственную пластинку. Десени также заканчиваются в свободной их части. Циркулярные волокна кантинетрически размещены в свободной части десен вокруг шейки зуба. Функции периодонта. Важнейшей функцией периодонта является фиксация зубов в костях челюсти, обеспечивающейся хорошо выраженными пучками коллагенов с волокон периодонта, извилистый ход которых позволяет зубу выполнять микроэкскурсию в ломке. Периодонт является надежным барьером, защищающим организм от проникновения различных бредоносных агентов. Важную роль в этом играет циркулярная соска зуба. Наличие большого количества жидкости в периодонте ковоидов, мишетканевых щелей и клеток, значительный объем сосудических и волокнистых структур позволяет периодонту выполнять амортизирующую функцию и удерживать значительные жевательные давления. Обилие и густая сеть кровеносных сосудов придают периодонту тропическую функцию по отношению к твердой ткани зуба. Насколько важна эта функция периодонта свидетельствует тот факт, что даже депульпированные губы могут длительное время успешно функционировать. Сенсорная функция периодонта обусловлена его богатой иннервацией, благодаря чему он является как бы органом чувств зуба, обеспечивающим полноценную функцию жевания. Часто приходится встречаться с тяжелым осложнением кализа зубов, острым и хроническим периодонтитом. И чем хуже организована сонация, тем чаще диагностируется воспалительное заболевание периодонта. Детский стоматолог должен знать особенности периодонта несформированных зубов, в котором периодонт тянется от шейки зуба до сформировавшейся части корня, где сливается зоной роста и находится в контакте с пульпой корневого канала. По мере формирования корня уменьшается размер ростковой зоны опекального отверстия и контакт с пульпой, но увеличивается длина периодонтальной шели. После окончания развития верхушки корня еще год продолжается формирование периодонта. По мере рассасывания корня молочного зуба длина периодонтальной шели уменьшается и вновь увеличивает контакт периодонта с пульпой и губчатным веществом кости. Идеология. Инфекционный фактор. Распаление периодонта развивается в первую очередь в результате нарушения кровообращения пульпы. Травма с болт. Кроме инфекционного фактора, немаловажное значение играет травма, особенно в пассоанных зубах. Травма фронтальных зубов, неадекватное ортодонтическое лечение, травматическое истреба с болтой при лечении пульпита и другие. Классификация периодонтида. Периодонтида распределяют по следующим признакам. По локализации, этиологии, клиническому течению и по патоморфологическим изменениям. Существует несколько классификаций периодонтида у детей. Все они предусматривают характеристику патологического процесса рентгенограммы. Классификация периодонтида у детей по винограду. По локализации, опекальные маргиналы, по этиологии, травматические, инфекционные, токсические, медикаментозные. По клиническим течениям. Острый пульп делится на сирозные и гнойные хронические, делится на гранулирующие, граниматурные, фиброзные и обострённые хронические передатели. По патоморфологическим изменениям острые воспаления бывают сирозным и гнойным. И хронические воспаления бывают пролитеративные, грангренозные и фиброзные. Периодонтида молочных зубов. Практика детского стоматолога перед антитой временных зубов встречается чаще, чем постоянно. Частота возникновения периодонтида временных зубов связана с их анатомо-физиологическими особенностями. Хронический пульпит, присутствующий периодонтиду, не причиняет постурой боли. Дети, как правило, не обращаются к стоматологу за помощью. Насыпает микроз пульпи и развивается периодонтид. В связи с анатомо-физиологическими особенностями пульпиевных зубов. Пульпит часто сопровождается периодонтидом. Причина большого количества периодонтид в молочных зубов объясняется следующим. Необоснованное применение биологических методов лечения пульпитов и других неадекватных методов лечения патологического процесса пульпи. Передозировка или увеличенная экспозиция действия дивитализирующих средств при лечении пульпита. Травма периодонта при экстрепации пульпии и обработке корневого канала. Необоснованный отказ от применения классических мумифицирующих срезов после дивитализации пульпы. И замена их медикаментами, не имеющими мумифицирующих свойств. Проталкивание индицированного содержимым коневого канала за верхушку корня. Аллергическая реакция периодонта на продукты бактериального происхождения и медикаменты. Механическая перезагрузка зуба. Перегрузка зуба через ортодонтическое вмещательство. Повышение трикуса вследствие неправильно наложенной клумбы или коронки. Особенности патогенеза периодонтита в детских зубах определяются особенностями их строения. Широкие корневые каналы в результате несформированных и незакретых верующих корней. Толстый слой предентина, насыщенная микрофлора. Богатая восклиризация. Большое количество клещных элементов в тканях периодонта. Фуристые строения лунки. Слабая кальцинация кости. Широкие костные перфорирующие каналы. Во время зубов периодонтиты развиваются очень быстро. Приобретают разлитый характер, что приводит к переоститию. Часто в вестибулярной локализации. И абсцессы. Это связано с особенностями строения челюстных костей у детей. Челюстные кости у детей. Слабо известны наличие травекового учатого вещества. Широкие фортмановские и гаверсовые каналы. Пористостикания и картикального слоя. Хронические периодонтиты. Хронические периодонтиты зубов у детей встречаются часто. Они возникают в результате острого пульпита. Иногда развиваются самостоятельно, как первичные хронические процессы. Которые не предшествовало предварительного воспаления. Хронический периодонтит временных зубов отличается малосимптоматичностью. Чаще выявляются при профилактических осмотрах полости до ребенка. Встречаются во временных зубах все формы хронического периодонтита, за исключением фиброзного. Чаще гранирующие периодонтиты, которые у не сформированных зубов, клинически характеризуются более агрессивными течениями. В течение периодонтитов у детей выявлены некоторые особенности, связанные с антифизиологическими особенностями строения и пункти ткани челюстной лицевой области. Во временных и несформированных зубах периодонтиты часто протекают с закрытой полостью зуба и при неглубой поколезной полости. Во временных зубах преобладают гранирующим формой хронического периодонтита, который чаще других дает обострение, что связано с анатоматикой, физиологическими особенностями зуба, кости, альвелярного отростка. Для него типичным является разрастание молодой грануляционной ткани, богатой капиллярами и клеточными элементами, умеренная инфильтрация периодонтита лейкоцитами. При периодонтите могут образовываться свищи не только в полости, но и на лице. В маленьких детей они образуют чаще, чем у подростков и взрослых. Излюбленная локализация патологического отчага при данной форме периодонтита область и фуркация корней. Отсюда процесс может распространяться на окружающую ткань и фолликулу, соответствующую постоянному зубу, нанося на него токсическое воздействие и способство развитию различных аномалий. Следует помнить, что любая разновидность хронического периодонтита, как правило, приводит к прекращению формирования корня в результате гибели пульпы и ростковой зоны. В тех случаях, когда ростковая зона сохранена, при шаблящем лечении периодонтита можно наблюдать соформирование верхушки корня. Периодонтит молочного зуба влияет на фолликул постоянного зуба, приводя к осложнениям в виде гибели и зачатка постоянного зуба, который превращается в инфицированное инородное тело. В местной гипоплазии, при которой отсутствует немалевый покров, зубы имеют коричневый цвет, бачкообразную форму коронки. Сегустрация фолликула раннего прорезывания постоянного зуба, в которую снижена устойчивость к лунке и в силу перегрузки неполноценного периодонта, резвеса, воспалений в пульпе. Изменение положения зачатка постоянного зуба, ретенция постоянного зуба в средстве дегенеративных изменений и результата ткани с последующим замещением дефекта, всеобразной тканью. Образование радикулярных кисть молочных и фолликулярных кисть постоянного зуба, распространение патологического процесса на ткани рядом стоящих зубов, нарушение развития кости, процессы кости образования при патологической резульции, минимальные и отстают от резульции. Одним из основных методов диагностики периода антидов, практически ведущим диагностическим признакам хронического воспаления в периодонке, является рентгенологический метод. Достоверность его достаточно высока, однако часто возникают трудности в интерпретации снимков. Рентген-диагностика воспалительных процессов в период возрастном аспекте при временном или сменном прикусе выточняет взаимоотношение корней молочных зубов к фолликулу соответствующего постоянного зуба. На ранних стадиях развития постоянного зуба его фолликула расположена между корнями или под корнем временного зуба. Он хорошо кондируется, имеет округлую форму и отделен от корня временного зуба слоя кости нечистого строения. В этом слайде показаны в периодонтиты. Наблюдается очаг деструкции вверху шикарни из 75-го зуба. Время на зубах с хроническим гранирующим периодонтитом рассасывание корней всегда опережает сроки физиологической резорции. В связи с чем для решения вопроса о телезаправленности лечения необходимо рентгенологическое исследование. Обострение хронического периодонтита встречается донтитно чаще, чем в острой форме заболеваниях. И преимущественно улучшает с пониженной реактивностью организма. На течение периодонтита в значительном влиянии оказывают общее состояние ребенка, возраст, состояние его иммунной системы и наоборот периодонтиты вызывают изменения в общем состоянии организма ребенка, снижая его резистентность, сенсибилизирует организм, повышая восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Известно, что разная реактивность организма обусловливает характер воспаления с преобладанием альтерацией, эксудацией или пролиферацией. Это, в свою очередь, определяет клиническую картину воспаления. Так, при пониженной реактивности организма ребенка воспаления в периодонте может протекаться бессильная реакция с преобладанием альтернативных пролиферативных явлений, то есть развивается хронический периодонтит, минуя острую стадию. Глубокие знания термина формирования премиумных и постоянных зубов клиника анатомических особенностей строения зубов, клинические особенности лечения периодонтита с учетом мягкой активности организма помогут адекватно выбрать метод для лечения периодонтита. Спасибо за внимание!